Приветствую последователей 4-летнего цикла, с вами Боб Лукас, сегодня 29 марта 2024 с очередной частью 4-летнего путешествия. Надеюсь, у вас все хорошо, а я веду этот выпуск из Station 3 в Нью-Йорке. И тема, о которой я хочу сегодня поговорить, связана с очень интересными событиями в 4-летнем цикле биткоина. С момента последнего выпуска прошел всего лишь месяц, а обычно проходит пару месяцев между выпусками. Но я полагаю, что в структуре рынка произошли очень серьезные изменения, которые своего рода требуют сегодняшнего разговора о том, что вполне себе может быть левосторонним циклом, который сейчас происходит и движется в настоящее время по направлению к вершине в 2024 году. Поэтому сегодняшняя тема в большей степени будет посвящена этому левостороннему циклу, где мы сейчас находимся в этом цикле. Я прочитал множество комментариев в Твиттере, где вы спрашиваете то, о чем должно быть это видео. И большинство людей в них говорит о возможности левостороннего цикла или о возможном суперцикле. При этом очень многие вопросы посвящены тому, где может находиться вершина, какова она будет. Поэтому я вкратце хочу рассказать о предсказаниях в сравнении с возможностями, показав, что предсказание цены практически невозможная задача, а также то, как мы должны относиться к возможностям, которые сейчас появляются. Или же, возможно, в последующие 6-9 месяцев для левостороннего цикла, или же в следующем году для традиционного цикла. Также тема не связана с четырехлетним путешествием, но одновременно с этим все-таки значительно связанная. Речь об Ординалс четырехлетнего цикла, которые будут безвозмездно розданы подписчикам этой серии выпусков. Я знаю, что Ординалс для некоторых из вас не знакомы, а для некоторых из вас, кто является биткоин-максималистами, или теми, кто верит лишь только в стоимостьную ценность биткоина, возможно, не понравится то, что я вам покажу. Но это нормально. Вы можете не смотреть последнюю часть этого видео. Но я расскажу об очень интересной идее, связанной с вознаграждением тех, кто следит за серией выпусков. Это будет несколько Ординалс, которые я выпустил на блокчейне биткоина. Я являюсь приверженцем движения Ординалс на биткоине, и об этом расскажу в последней части видео. Но давайте перейдем к анализу этого левостороннего цикла, а также того, где мы в нем находимся. Глядя на месячный график биткоина, и первое, на что следует обратить внимание, о котором я говорил месяц назад, но сейчас действительно образовавшееся, это то, что мы достигли исторического максимума в этом четырехлетнем цикле за 16 месяцев от низа четырехлетнего цикла. И это значительное событие, потому что если мы посмотрим с вами на предыдущие циклы, которые мы с вами наблюдали, в этот момент цикла рынок развивался и рос, даже не приближаясь к уровню исторического максимума. На это уходило 24 месяца до момента, пока мы пробивали уровень исторического максимума и двигались до исторического максимума этого цикла. И это может быть сказано в отношении цикла 2015-го. Это также ушло в точности 24 месяца. Так что вы видите, что четырехлетние циклы до этого момента очень хорошо отражали друг друга. Проходило примерно два года до достижения предыдущего исторического максимума, отстраивая базу, производя накопление, после чего при достижении двухлетнего периода, что является серединой четырехлетнего цикла. Затем они шли в течение одного года практически в параболическом движении. Когда настрой также достигал исторического максимума, настрой рос очень быстро, росло распространение, но также в этот момент росло и быстрое вовлечение в криптовой. Например, попросту CNBC, знаменитости, появлялись в течение цикла. И это длилось в течение года практически 12 месяцев до вершины трехлетнего периода. Так что до вершины мы проводили в четырехлетнем цикле два года, затем один год взрывного роста, на третьем году практически в точности до вершины, а затем 12 месяцев движения вниз во время медвежьего рынка. И все это было очень целостно в последних трех циклах. Это поведение, это характеристика. И это как бы каждого привело к тому, чтобы запрыгнуть в этот движущийся четырехлетний вагон и появлению множества разговоров о том, что мы должны будем в этом цикле продолжать в течение 24 месяцев, простите, 35-36 месяцев, доводя нас до конца следующего года, к следующей вершине, а после развернуть в 12 месяцев движение вниз, к низу следующего четырехлетнего цикла, встряхнуться и повторить снова этот процесс. Что ж, я защищал и много говорил о возможности левостороннего цикла, значительно раньше начала этого цикла, и на самом деле придумал идею, я думаю, что в 2019-м, каких-то из своих видео. И сделал я это, потому что лево- и правосторонние циклы возникают в каждом классе активов. Это никоим образом не уникально для биткоина. Уникальная лишь для биткоина идея заключается в том, как себя ведет рынок во время бычьего и медвежьего рынка. И что является как бы отличительной чертой биткоина с самого начала его образования, это то, что он находится в одном сплошном бычьем аптренде, прерываемый лишь только этими циклическими движениями бычьих рынков, то есть три года роста, один год спада. Это является определением правостороннего цикла, ведь правый разворот характеризуется измерением вершины, измеренный между нижних точек циклов, значительно за средней точкой. Но допущение, которое, я думаю, многие сейчас делают, в том, что этот паттерн правостороннего цикла должно находиться или находится бесконечно. И отчасти это связано с идеей Stock to Flow, что ограниченное предложение означает движение цены биткоина вверх бесконечно. Но также, и я думаю, наивностью людей является то, что рынок должен бесконечно находиться в бычьей фазе в этом постоянном тренде. Но я не думаю, что это так. Я не защищаю позицию массивного, ярко выраженного медвежьего спада, но полагаю, что в какой-то момент это может быть. И когда это произойдет, биткоин уйдет в более выраженный медвежий рынок. Это может быть не годовым спадом, а, скажем, два года или больше. Скоро я к этому вернусь, а сейчас я расскажу то, где мы находимся. Как вы сами видите, исторический максимум и RSI на месячном графике находится выше 90. И каждый раз, когда он достигает этот уровень в 70, на индикаторе RSI в этой зоне перекупленности, это является началом забега к историческому максимуму. И обычно это соответствует касанию уровня исторического максимума. Так что у нас образовалась ситуация, когда этот рынок примерно на 8 месяцах или более опережает то, где мы были в предыдущих циклах. Это значит, что данный цикл более быстрый, и это понятно. У нас одобрены ETF, и к нам пришли большие ребята, большой капитал, не только лишь крипторебята. Но у нас есть институциональные игроки, возможно, даже суверенные фонды, большие массивные аккаунты, которые хотят связаться с криптовалютой, с этим классом активов, и теперь они покупают на миллиарды. И теперь мы вступаем на совершенно новый уровень, разгоняющий этот рынок выше. И, вероятно, это является причиной, почему этот рынок не упал так значительно во время этого периода 4-летнего цикла. Если вы посмотрите предыдущие 4-летние циклы, то увидите, что они содержат 30-40% спады. Они крайне волатильны, крайне спекулятивны. Но сейчас мы этой волатильности особо не видим в этом рынке. И я думаю, причина этого заключается в наличии гораздо большего количества игроков, активно скупающих биткоин. Каждый раз, как только он падает на 10-15%. С самого низа медвежьего рынка у нас было только 2 20% падения. В отличие от предыдущих циклов, когда у нас были массивные спады и возвращающиеся обратно массивные взлеты. Так что эта характеристика цикла отличалась с самого начала. Он двигался быстрее, он быстрее добрался до исторического максимума, и, повторюсь, все спады были откуплены быстро. И это говорит мне о возможности того, что мы находимся в итоговом взрывном движении более долгого 16-летнего или 20-летнего цикла. Теперь, почему 16-20 лет? Что ж, потому что многие другие классы буквально вращаются вокруг этого 16-20-летнего выраженного цикла. И я полагаю, что биткоин также пойдет по чему-то похожему. Хорошим примером может быть бум доткомов. Когда появился интернет, в этом все увидели возможность будущего. Он пошел как бы... И еще когда произошел в середине 80-х бум тех компаний, но зато он появился и интернет. И мы буквально получили несколько этих 4-летних циклов внутри этого более крупного и долгого цикла, который достиг вершины около нулевых, и затем перешел в довольно значительный, более чем пару лет, медвежий рынок. А на восстановление вершин потребовалось много лет. В то время технологию никто не ставил под сомнение. Это был лишь вопрос рынка, который находился в очень продолжительном, ярко выраженном бычьем тренде, когда потребовалось лишь гораздо больше времени на то, чтобы переварить все это и вернуться на новый цикл. Так что циклы ложатся в этот 4-летний таймфрейм. Но есть еще более продолжительный цикл, который пока еще не появился у нас на виду с этой новой технологией, которая пока просто еще не прошла через этот долгий цикл. Так что две главные причины, по которым я думаю, что идея этого левостороннего цикла, скорее всего является наиболее вероятной в настоящий момент, заключается вот в чем. Основная причина в том, что у нас образовался этот быстрый, разогнанный тренд к историческому максимуму. Уровню, когда осведомленность снова возвращается не только лишь к криптоэнтузиастам, но и гораздо более широко в масштабе розницы, в основном из медиа. И как только мы достигаем исторического максимума, мы привлекаем внимание, и начинаются спекулятивные движения. И если мы заступили в эту территорию, что похоже и произошло, то обычно движение до вершины происходит примерно за 6-8 месяцев. И в этом цикле, в 2017 году, как только мы достигли этого уровня, произошло не так и долго. И не смотрите на все, потому что очевидно, что масштаб неверный, вопрос лишь во времени, потребовавшийся до вершины. В нашем случае это к концу года, не там, где должна находиться отметка третьего года, а также в виде примера того, когда мы достигли этого уровня, в последнем цикле, с немного другой структурой, но все равно аналогичным. Эршина была в 6-9 месяцах, образовав максимум. Так что буквально, как только биткоин достиг исторического максимума, а внимание значительно усилилось, мы буквально достигли скорости невозврата, к которой мы больше не возвращались. И мне кажется, что если бы мы были в этой ситуации, то для рынка уже слишком поздно консолидироваться, чтобы провести 6-9 месяцев в боковике, перед тем, как снова поехать вверх. Я думаю, как только мы достигаем уровня, такие как сейчас, обычно откатов не бывает. Так что в этом и заключаются мои основные мысли о том, что это может быть левосторонний цикл. Другая идея о левостороннем цикле заключается в более долгом цикле, о котором я говорил. И если у нас происходит 16-летний цикл, или даже, может быть, 20-летний, в какой-то момент мы увидим, и мы должны будем найти быстрее и более крупную вершину, в общем-то, взрывоподобную вершину, вершину, которая закончится, или которая будет, по крайней мере, которая отправит рынок гораздо выше, перед тем, как вернется в сценарии крахоподобном, а затем потребуется некоторое количество циклов, количество недельных циклов, возможно, даже пару лет в движении к низу 4-летнего цикла, чтобы обнулить этот долгосрочный цикл. Итак, где будет вершина? И мы переходим к предсказаниям против вероятностей, потому что я здесь не для того, чтобы предсказать время и цену для этой вершины. Это не игра и не называется игрой для меня. Моей целью заключается максимизация прибыли, а свою прибыль я измеряю количеством биткоинов, которые у меня получается накопить за несколько циклов. Сильно привязываясь к попыткам предугадывания, я думаю, что многие трейдеры-аналитики или инвесторы получают это запирают себя повесткой либо отклонением, от которых им очень тяжело избавиться в рынке, который не ведет себя в точности, как они ожидали и предсказывали. И я думаю, что очень многие люди делают эти точные предсказания, потому что они, к сожалению, хотят тщеславия. Они ищут возможности сказать, что «О, это точно то, что я сказал, посмотрите, как это все отработало». Если они правы, хвала им. Но это вовсе не связано с тем, что у них есть такая возможность. Просто они угадали. Мы же хотим найти возможности, которые разумны и разумно-логические. Конечно, вы можете набросать сто различных возможностей, одна из которых будет верная, но вам нужно придерживаться повестки и возможностям, у которых есть хорошая и высокая вероятность случиться. И то, как я сейчас этот рынок вижу, представлено тремя основными возможностями, одна из которых, конечно же, является эта идея левостороннего цикла. Сейчас мы находимся с вами в этой зоне исторического максимума, заступив в взрывную фазу цикла. И сейчас это довольно очевидно, ну, я бы не сказал прям совсем просто, но да, конечно, у нас будут откаты на этом месячном графике. Просто, возможно, вы их не особо заметите. Но вот здесь движение вверх в октябре, ноябре, декабре, в какой-то степени ближе к концу года, в направлении формирования вершины до средней точки, до 24-месячного периода внутри цикла, что что-то скажет, а где будет в этот момент цена? Я не знаю. Я не знаю, потому что, когда мы с вами смотрим на предыдущие циклы, даже в хорошем примере 2017 года, посмотрите на эти две последние месячные свечи. Какой-то момент, всего лишь за эти 60 дней, на самом деле чуть меньше, чем 60 дней, цена была в 5300, а вершина была практически на 20 тысячах. То есть мы говорим о четырехкратном приросте за последние 45 дней. Так что в конце будет сложно, особенно если у нас будут месяца на движение во время последних пары месяцев. Возможно, мы говорим о цене, просто называю число 150. Если мы посмотрим вот на этот пример, нельзя будет сказать, куда уйдет биткоин до 300, до 350 тысяч к своей вершине. С точки зрения реальной цены это сказать очень сложно, чтобы определить эту вершину. Но если мы говорим с вами о тайминге и говорим об индикаторах, которые могут нам подсказать очень грубо, то, возможно, речь идет о последних трех-четырех неделях этого движения, которое станет абсолютно массивным, маниакальным взрывным движением к вершине цикла. Эта идея, о которой я говорю, просто лишь называя цифры, с 60 процентами, я говорю о вероятности в 60 процентов, что цикл, в котором мы движемся, является левосторонним циклом. Что ж, еще одна вероятность, которая является очень уместной, но требующая от нас остыть практически мгновенно и провести целое количество месяцев, отстраивая базу для этого уровня исторического максимума, примерно там, где мы сейчас, может быть, в диапазоне от 60 до 80 тысяч. Таким образом, по сути, это означает, что мы откатимся с этой точки обратно вниз до 10 месячных скользящих средних. Возможно, проверив на прочность этот уровень в 70 тысяч долларов еще раз, и затем откатимся еще один раз, отстраивая фундамент для движения полным ходом в направлении, я бы сказал, ноября, декабря, конца года. Затем, начав карабкаться выше в течение, скажем, 34-35 месяцев. Аналогично тому, как мы видели в предыдущих трех циклах. Это будет больше похоже на традиционный цикл. Здесь бы мы немного подостыли, начав реаккумуляцию на этом более высоком уровне, переходя на финальную фазу этого цикла. И вот этот сценарий означал бы, что мы пережили значительное охлаждение некоторых из этих индикаторов, что, я думаю, не произойдет на основании того, что мы видели. В идеале, конечно, чтобы цикл был правосторонним. Это бы сделало трейдинг более легким, а также сделало более легким определение наступления вершины, для того, чтобы начать закрывать и выходить из своих позиций. Это было бы более легко и просто, ведь как только мы достигаем этот трехлетний рубеж, мы знаем, что четырехлетний цикл находится рядом с вершиной. Особенно, если мы начнем наблюдать довольно крутые цифры, и проведя 6-7 месяцев непрерывного роста, станет гораздо проще начинать выходить из сделок, потому что мы знаем, что вершина уже близка. И третья итоговая идея, которая, я думаю, что в малой степени требует нашего внимания, заключается в том, что мы, возможно, еще один раз переживем такой цикл перед тем, как заступить на значительный и ужасный медвежий рынок. Спускаясь в направлении к низу следующего четырехлетнего цикла, что, конечно же, не произойдет раньше, чем конец 2026-го. Этому сценарию я, скажем, даю 5%, но он возможен. Он реалистичен, но не уверен, что мы здесь сможем что-то особо сделать, с точки зрения холдинга, к сожалению. Я думаю, что если этот сценарий все-таки начнет реализовываться, то я думаю, то, что мы сможем сделать с точки зрения холдлинга, это воспользоваться идеей того, что четырехлетний цикл позволяет нам зайти довольно близко к низине, по крайней мере, за последние два цикла. Так что мы покупаем очень близко к низу, и этот сценарий, не думаю, что позволит нам спуститься снова так близко к низу, ведь очевидно, что мы ушли выше на значительное расстояние. Но этот сценарий вероятен, и я думаю, что самая важная вещь, почему важно об этом сценарии все-таки говорить, заключается в том, что люди, использующие, возможно, плечо, и, например, используя свой дом в виде залога, должны понимать, иногда дерьмо случается, и вещи иногда происходят совершенно не по тому пути, как все ожидают. Вы должны занимать такую позицию, что можете оказаться в ситуации, вынужденными распродавать и закрывать свои позиции после очень длинного медвежьего рынка. Так что об этом я больше говорю для того, чтобы вас предупредить, и что нет никакой гарантии и страховки в том, что мы делаем, и что рынок обязан пойти в определенном направлении. Все в данном цикле фиксируют свои прибыли, настроены на преодоление шестизначных оценок этих огромных чисел, и смотрят на это как практически на гарантированный сценарий. И когда люди так начинают считать, они иногда набирают невероятно много риска, которые определенно не должны были набирать и не думают об этом. Так что не забывайте это, я считаю это важно. Также я хочу сосредоточиться и на вот этих низах цикла, рассказав вам немного предыстории, потому что я вижу довольно понятную интерпретацию циклов. Я говорю довольно много о вершинах, но это неправильный подход к чтению циклов. Циклы имеют различные вариации и движение своего ландшафта, особенно времени. Со временем циклы начинают колебаться в ту или иную сторону. При этом мы определили в биткоине, что также довольно последовательно происходит и в других классах активов. То, что четыре года являются довольно хорошим показательным периодом времени. Это никак не связано с биткоин-халвингом, но за период в четыре года рынок проходит путь с абсолютного разноса, когда настрой получил совершенную и огромную волну эйфории, затем развернулся в медвежий спад по направлению к следующему циклу, что завершает один цикл и, конечно же, начиная другой. Таким образом, циклы постоянно и всегда определялись от низа к низу. Вот что в себя включают циклы. Но место появления вершины меняется от времени, от цикла к циклу. Иногда мы основательно заблуждаемся, думая, что по причине того, что циклы всегда имеют периоды образования вершины в этом периоде трехлетнего интервала, это происходило, и мы это наблюдали в предыдущих циклах, в последующем цикле еще одном, но я абсолютно уверен утверждать, что в следующий раз это не произойдет. Это может быть справедливо для этого текущего цикла, но наша цель это определение самой низкой цены в цикле. Я думаю, что за последние два цикла мы это сделали отлично, и то, в чем я еще более уверен. Опять же, это не предсказание, это лишь то, 26-го, мы увидим минимум медвежий рынок в течение 12 месяцев. То есть, для традиционного цикла, я говорю, что 12 месяцев это движение к вершине, но это будет кое-что такое, что в очередной раз позволит нам определить дно следующего четырехлетнего цикла. Когда все будут капитулировать в очередной раз, мы сможем перезайти и открыть наши позиции на низу следующего четырехлетнего цикла. Поэтому наша цель является в понимании того, как происходит цикл, что они колеблются в течение четырехлетнего периода и максимально точно попытаться определить то, где образуется вершина. Опять же, исторически это должно произойти где-то в конце 2025 года, но, по крайней мере, для меня то место, где я буду внимательно отслеживать это, то место, где должно будет поменяться это поведение, изменение структуры, то, где мы ищем вершину в этом году, внутри четырехлетнего цикла. И если это все-таки произойдет, это будет значить, да, у нас может образоваться двойной памп, у нас может получиться, что это произойдет раньше, например, в 2013 у нас было массивное движение, затем откат и был второй памп. Но это же может произойти и в этом году. Например, чтобы увидеть крупный забег во время летнего периода, скажем, до 130-140, мы можем один раз откатиться, а затем снова пойти вверх к концу года в виде двойной вершины. В целом, сейчас это возможно. Но вершина вот здесь, к концу текущего года, создает левосторонний разворот, означающий до декабря центральную точку цикла, слегка левосторонний, но все же образует эту вершину, после чего, как вы понимаете, проведение, не характерное для ценовых циклов, проведение последующих 24-26 месяцев в спадающем медвежьем рынке, в направлении к следующему четырехлетнему циклу. И сейчас это наибольшая вероятность, потому что то, что сейчас напрашивается вот в этом движении, непомерного размера рост, очень сильно вытянутый вот до этих высот. И опять же, не хочу высказывать какое-то предсказание по цене, но реально большое, очень значительное движение в диапазоне 6-7 следующих месяцев, в направлении вверх к вершине, с последующим истощением до такой степени, что потребуется несколько лет, увидеть коррекцию в 80-90%. Я знаю, что все-таки это может быть очень значительным движением в обратную сторону, может, с образованием двойной вершины в 2025-м. Может быть, что-то похожее на то, что мы видели здесь, но уже не до новых вершин. В общем, в целом, на это просто потребуется время для полного представления внутри этого цикла. Что ж, впадины остаются наиболее надежными. При этом вершина не определена вот этим таймингом, а определяется трендом в более продолжительном цикле. И здесь, пожалуй, я думаю, есть некоторая непонятка. Циклы переплетаются. Есть 60-дневные циклы, есть недельные циклы, есть циклы от 20-26 недель, затем у нас есть 4-летние циклы, то есть на пути к 4-летнему циклу эти недельные циклы формируют правосторонне развернутый цикл, растущий в течение 20-ти недель, а зачем падающий то есть у нас есть 3-4 шага вперед, один назад, 3-4 шага вперед, один назад. И при достижении вершины 4-летнего цикла мы видим разворот, происходит левосторонне развернутый цикл, 60-недельный, несколько недель мы растем, а затем большее количество дней мы падаем, что формирует этот тренд цикличного медвежьего рынка. Но для 4-летнего цикла, но повторюсь еще раз, 4-летние циклы формируют более продолжительный цикл, 16-ти или 20-летние циклы, что также, повторюсь, мы пока еще не видели. Но если мы находимся на острие вершины 16-ти или 20-летнего цикла, то мы ожидаем еще один большой итоговый заход к вершине, который еще должен будет определиться в рамках более долгосрочного цикла. И для понимания этого более долгосрочного цикла вам необходимо в целом, по крайней мере, пережить левосторонний, более короткий цикл, который обеспечит нам достаточное время для консолидации и сжигания настроя за полный 16-ти летний период, охватывающий всю целую историю биткоина. Прошу прощения за это бибикало на фоне, ведь зачастую в Нью-Йорке это неизбежно. Так что это пример данной ситуации, где мы пытаемся заблаговременно нарисовать этот вариант. И вот что я имею в виду под этим 16-ти летним циклом. За этот период, который у нас занимает один длинный 16-ти летний цикл, или 20-ти летний цикл, вероятно, 14 лет роста, два года падения, вероятно, 13 и 3, или даже вероятно 17 и 3. Вы поняли суть. И этот цикл, который, я думаю, закончится в 2026-м, внутри которого мы с вами видим эти 4-х летние циклы. И из-за более ранней части, или, скажем, правосторонне развернутой части этого долгого цикла, мы получаем этот ярко выраженный бычий обтренд, то есть 4-х летний цикл с 3-мя годами роста и затем одним годом падения. 3 растущих года и один год падающий. 3 года роста, один год спада. Я пытаюсь это привести к порядку, насколько это можно. А затем мы получаем этот пик за 2 года в левостороннем цикле, а затем спад. То есть у нас с вами ситуация этого долгого цикла. восходящего, где мы получаем часть цикла с непрерывным ростом, у нас образуется часть с 3-мя растущими годами до вершины и одним годом спада. То есть большая часть 4-х летнего периода была в движении вверх, а затем более короткое цикличное нападение к низу этого цикла и так далее. А этот последний цикл, более долгосрочный 16-летний цикл начинает двигаться вниз. И на это требуется более чем 16 лет. Для этого ему нужен больше, чем 1 год для спада. Это ведь в 4-х летнем цикле у вас 3 года роста и 1 год падения. А в долгосрочном цикле нам необходимо по крайней мере 2 года, то есть например 14 лет роста и 2 года падения. И это хорошо помещается в идею и историю, которыми я делился с вами с 2017-го, что сейчас мы с вами как бы в этом самом итоговом движении к вершине в этом длинном 16-летнем цикле. Но это не предсказывает итоговое движение, разгоняющееся движение цены биткоина, а лишь означает, что нам потребуется гораздо большее время на более продолжительный спад к низу следующего 4-летнего цикла. И исторически в этом последнем 4-летнем цикле для обычных классов активов вы видите спад этого 4-летнего цикла до более низкой точки, чем низ предыдущего 4-летнего цикла. Так что в этом случае мы ожидаем итоговое движение ниже низа этого 4-летнего цикла. Но это все согласно традиционному анализу циклов. Но в данном случае я думаю, что биткоин все-таки уникален. Я думаю, что он конечно же революционен. Поэтому я думаю, что это все еще пока очень-очень преждевременно. Его кривое распространение, которое не похоже ни на что, что мы видели ранее. Но я думаю, что в 2026 мы увидим очень значительное движение вниз. Я думаю, что более вероятно это произойдет за период времени моя идея левостороннего цикла и почему она существует и почему этот рынок и его поведение, которое мы с вами видели за последние 16 месяцев до вершины, выглядит как ускоряющееся движение. И думаю, что ребята, увлекающиеся волнами Эллиота, как бы говорят об этих итоговых волнах, что соответствует, при этом я не являюсь сторонником волн Эллиота, и по крайней мере не являюсь их последователем. Но я здесь вижу который мы видели. Итак, как это все закончится? И это многомиллионный вопрос. Мы можем предсказать все, что захотим, мы можем угадать, но в конечном итоге важно то, что останется в портфеле. Я не могу сказать, что все, что я предсказал в предыдущем цикле произошло, по крайней мере я мог предсказать лучше, но не сделал. Но в этом цикле я хочу сделать лучший результат. Но это не будет близка к невозможной. Я просто надеюсь, что это движение будет похоже на движение, которое мы видели в 2017. Тогда это нам поможет сориентироваться и понять лучше. Но из-за того, что это произошло ближе к концу четырехлетнего цикла и закончилось экстремально спекулятивным движением, а также окружением к концу года, что даже стало очевидным в социальных медиа и во всех каналах, что биткоин движется в направлении вершины цикла. Так что я думаю, то, что нам следует сделать, это в большей степени играть в реальном времени по мере движения. В целом, это не ужасная идея, если вы войдете ол-ин, а затем начнете постепенно выходить. Стратегии, в которых вы будете проводить траншами, выводя средства по более высоким ценам, я думаю, что мы даже еще не подошли к этим уровням. И я не думаю, что мы находимся в зоне чрезмерной перекупленности. Пока еще ни один из индикаторов не начал сигнализировать о необходимости выхода. Мы лишь достигли исторического максимума, и я полагаю, что в этом цикле мы хорошо уйдем к вершине. И если этот цикл окажется левосторонним, я думаю, что мы достигнем действительно высоких чисел. Перед тем, как начнем проявлять осторожность, я считаю, что по крайней мере, в настоящий момент мы находимся по крайней мере в 3-4 месяцах от этой первой возможности внутри этого цикла. И в будущих выпусках я по крайней мере начну рассказывать моменты, когда возможно будет надо начать выходить. Главное удостовериться, что это по крайней мере то, что мы будем пытаться сделать для того, чтобы приземлиться как можно лучше за будущие 12 месяцев. Если в последующие 6 месяцев у нас образуется этот боковик, то вероятно это будет идеальным. Это позволит построить значительный фундамент для возможной идеи о суперцикле и к вершине в конце 2025-го. В этом случае трейдить будет гораздо проще или по крайней мере выходить из позиций. Но если цикл будет левосторонним все будет сложнее, потому что появится в какой-то момент возможность двойного пампа, что осложнит нам жизнь, и все будет казаться замечательным. Но после этого будет второй памп, что также будет событием, на которое следует обратить внимание по мере движения этого цикла. Но в любом случае нам придется следить за этим неделя за неделей, месяц за месяцем, если мы пойдем на эти верха, сохранять трезвость взгляда и держать руку на пульсе, следя за тем, что все говорят вокруг. Насколько будет настрой экстремальном и напряженным, так что я не думаю, что это будет плохой или ужасной идеей начинать постепенно выводить биткоины в кэш, затем сидеть, сохраняя спокойствие и ждать других возможностей. Даже если мы поднимемся высоко, возможно, нам потребуется стратегия, если цена будет реально очень высокой, мы можем посмотреть и решить продать. После чего на уровне в 40-50% падения возможно после вот этого верха, перезайти в позиции и посмотреть какова будет реакция, если произойдет движение вверх, что мы надеемся увидеть, ведь после первой вершины всегда образуется противодвижение. Сохранять эти позиции и отлавливая точку, где мы перезашли, либо же где сформируется возможное дно, если мы его переживем, вместо этого не получим двойной памп, у нас доход, ожидание этого внезапного спада в 40%, после чего если мы поднимемся и не достигнем новых высот и скатимся вниз в этот момент, или начнем скатываться, то мы можем применить стратегию, в которой мы выйдем из этой дополнительной позиции на пробитии вот этого низа. Опять же, это то, что я начну объяснять, если мы пойдем наперекор этой идее покупки только на низах четырехлетнего цикла, продаем на вершине и ожидаем начало следующего четырехлетнего цикла. В левостороннем цикле, повторюсь, это отдельная история, нам придется возможно искать другую стратегию для того, чтобы обеспечить этот шанс получения прибыли в цикле с наиболее хорошим результатом, а также обеспечить ситуацию, в которой мы не оказались на обочине очередного движения, направленного к новой вершине в конце года. Так что много и сказанного идет рынок и как идет трейдинг и, что более важно, каков настрой по мере нашего приближения к этим более высоким уровням. Еще одна тема данного выпуска заключается в том, что происходит с процентной ставкой ФРС. Макро ситуация и возможная рецессия Смотрите, я на это все смотрю в виде того, что биткоин по-прежнему является в большей степени, несмотря на то, что он все в большей степени переплетается с традиционными финансами, он все еще в большей степени является независимой собственной экосистемой, торгуемой сам по себе и находится в начальной первой волне или первом цикле поиска своей цены. То есть, я не ожидаю в большей степени корреляции и думаю, что, когда он начнет коррелировать с экономикой, с ФРС, со всей этой ликвидностью, а также со всеми этими показателями, за которыми вы следите, я думаю, что он обрастет гораздо большим количеством переменных для анализа и все в большей степени запутает. Я думаю, что хорошим примером может быть возможная рецессия, а также разворот кривой доходности, например. Это было кое-чем в большей степени заметным год назад, полтора года назад, когда рынки рвались вверх и продолжали рваться вверх, буквально игнорируя все эти показатели, что, я думаю, оставило очень многих людей в стороне, ожидающих рецессию или более высоких процентных ставок, что не привело к большему спросу на биткоин, и мы увидели, в общем-то, ничего, мы увидели обратное, мы получили гораздо более быстрый цикл, чем тот, который мы видели ранее. Так что, оставляй за скобками все возможные корреляции, хоть я отношусь к этому с уважением. Я думаю, что биткоин по-прежнему испытывает значительный приток нового капитала из самых разных источников, из больших источников, разгоняющих этот цикл. Я думаю, что следующий 16-летний или 20-летний цикл, начиная с 26-го года и далее, покажет нам гораздо большую капитализацию рынка, когда биткоин начнет играть гораздо более важную роль во всей финансовой системе. Вот тогда он будет в гораздо большей степени коррелировать с традиционными активами и начнет двигаться по-другому. Сейчас же, я думаю, что мы находимся в итоговом взрывном росте. Сейчас у нас совпало всеобщее участие и вовлечение традиционных финансов и крипто оригинальных пользователей, розничных ребят из 16-го и 17-го годов, и, конечно же, традиционных финансов, институционалов, суверенных фондов. И сейчас, я думаю, что буквально все зашли на борт. И вот почему я сейчас уверен, что мы направлены в движение к одному крупному верху в этом долгосрочном цикле, который разгоняет текущий рынок еще выше. Что ж, сейчас нам следует отложить в сторону весь этот шум, оставаясь в состоянии, при котором мы будем дисциплинированы, хоть мы и увидим значительную волатильность в определенный момент. У нас будет искушение продать, если мы достигнем 100 тысяч долларов за следующие пару месяцев или к лету. нас окутает страх невозможности отнести в банк эту прибыль. Это все нужно отвести в сторону. Нужно будет сохранять дисциплинированность и ожидать экстремальный взрывной рост вверх в 4-летнем цикле, после чего начать точки выхода, когда все, когда все те, кого вы знаете, когда все кругом медиа, и, конечно же, ваши бабушки и дедушки, и все остальные дети и школы, например, все будут покупать биткоин и повсеместно говорить об альткоинах и всем остальном, как о том, что не может привести к потере денег, а только лишь позволять зарабатывать. В общем, мы пока еще не в этой стадии, вот почему нам нужно сохранять дисциплинированность и терпение, и у нас все получится, если мы будем придерживаться этой стратегии. Мы попытаемся приземлиться на вершинах цикла как можно точнее, хоть, конечно, здесь никаких гарантий, но это и есть преимущество и огромная черта четырехлетнего цикла в том, что мы зашли на очень низких уровнях, открыв наши позиции. Итак, на сегодня это и есть видео о нашем четырехлетнем путешествии. Спасибо большое, что посмотрели, выслушали, и если вы не являетесь приверженеком Орденлс и они вам не нравятся, думаю, что это скам, вы можете выключать. Спасибо, что были с нами. Что ж, что такое Орденлс, я думаю, что многие из вас уже знают, но если вы не знаете, то это как бы NFT, невзаимозаменяемые токены, которые существуют на многих блокчейнах. Это буквально способ сохранения некоторых типов объектов на блокчейне в цифровом виде, то есть цифровые объекты на блокчейне на века. Например, возможность сохранения определенной картинки, ссылки и многих других вещей, которые вы можете сохранить на ончейне, применяя преимущество безопасности биткоина, имеющие природу блокчейна, то есть то, что останется в будущем на 5, 10 лет, 20 лет, даже, возможно, сотни лет, имея возможность вернуться назад и сказать, что определенная картинка или объект был выгравирован на ончейне, который существует, а его держатель этого объекта является владельцем этого объекта, что он был, он участвовал, у него есть доказательства того, что он является владельцем. Я думаю, что это идеальный способ использования блокчейна, такого как биткоин, хотя думаю, что многие максималисты считают это спамом, и я лично с этим не согласен. Я считаю, что то, что сделали поздние Ординалс, и хотя да, многое из этого является спамом и мусором, в этом нет никакого сомнения, но это лишь является экспериментами использования людей сети различными способами, даже Сатоши упоминал несколько способов использования для блокчейна. Конечно же, Гарольд Финни говорил о различных цифровых объектах, конечно же, о торговых картах на блокчейне, и так что я думаю, самые ранние оригинальные биткоин-максималисты продвигали бы этот концепт и эту идею. Но то, что мне также нравится в Ординалс, это то, как они породили целую дискуссию о том, как мы можем получить большее распространение и большее использование инструментов вокруг сети биткоина. Это также позволяет разработчикам использовать и создавать более масштабируемые решения. Я думаю, что Лайтнинг был, простите, что скажу, большой степени неудачи с точки зрения дизайна, не масштабируемый и неустойчивый, а также слишком сложный для использования эти примеры установки каналов и так далее. Возможно, это подстегивает идеи о технологиях нового типа уровня 2, построенных на биткоине, так что это может быть путем в направлении создания лучших и более масштабируемых способов использования биткоина в будущем. Так что в целом это эксперимент, но имея возможность сохранять объект, которым вы обладаете на блокчейне, то, что он ваш, то, что доказательство подтверждаемо того, что он ваш, с подтверждением того, что он останется там и в будущем, является очень логичным. Я верю в Ординалс. Я здесь не для того, чтобы популяризовать Ординалс для вас. Я выпускал Ординалс в первую неделю. У меня есть около 7 различных Ординалс, созданных для изображения четырехлетнего путешествия. Я сделал это с помощью скрипта командной строки перед тем, как появились любые эти инструменты и веб-сайты. Я это сделал, потому что сразу же понял ценность, которую они в себе несут, поняв крутизну этой идеи. Так что я выпустил много Ординалс, 7 Ординалс и 100 тысяч производных Ординалс, являющихся частью этой коллекции. Я довольно рано зашел в сферу NFT, так что, конечно же, являюсь коллекционером в этой теме. Но что более важно, я думаю, что будучи биткоин-путешествием с разговорами о циклах биткоина, поэтому более подходящий способ восприятия этой серии и серии, которая, на мой взгляд, повлияла на такое большое количество людей так позитивно, тем, чтобы выгравировать по сути токены, эти изображения признательности того, что вы здесь, что вы были частью этого путешествия, что мы являемся с вами этими ранними первопроходцами, так? И через 10, 20, 30 лет уже все вовлеченные в процесс будут являться в какой-то степени первопроходцами. В общем, то, что я здесь делаю, в большей степени является бесплатным. Я сделаю раздачу 1435 орденалс совершенно бесплатно, и я расскажу процесс, который за этим стоит. Только 19 из них будут проданы в большей степени для того, чтобы покрыть расходы в 30 тысяч долларов за выпуск этих орденалс, а также стоимости дизайна этих изображений на Стейшн-3. Художников и дизайнеров, потративших много своего времени и сил, помогая в работе Стейшн-3 в Нью-Йорке самыми различными способами, а также принимая участие в этих орденалс. Я хочу их вознаградить, так что им будет направлена хорошая часть, небольшой суммы, которую я заработаю, а оставшаяся будет направлена художникам и мероприятиям, которые будут проходить здесь на Стейшн-3. Так что я не получу эти деньги в свою выгоду, да и вообще суммы, о которых мы говорим, небольшие. В общем, я хочу вознаградить людей, которые следуют за этим путешествием. Сделаю рандомно, и я покажу, как это буду делать. Вы можете присоединиться, это будет бесплатно. Также я буду делать раздачи и в некоторых других сообществах, членами которых я являюсь. А в следующем выпуске мы также сделаем раздачу 365, представляющих один год, чтобы завершить раздачу орденал за последний четырехлетний цикл. У меня есть идея того, чтобы раздавать один орденал каждый день цикла. Но не забывайте, что это процессуальная работа. Часть плана я уже поменял, что-то еще может поменяться. Но то, что сейчас у нас есть, это 629 орденал, представляющих зеленые дни последнего четырехлетнего цикла, а есть 576, представляющих красные или падающие дни. Есть 169, представляющих 5% движения от вершины к вершине. Внутри дня 41 из них, представляющих 10% движения внутри этого цикла. То есть, в настоящий момент довольно редкие, дающих им рейтинг распространенных или редких, а также эпичных. Кроме того, будут и единично выпущенные, которые я называю легендарными. В настоящий момент есть 4 вида каждых, но в дальнейшем они немного поменяют цвет и стиль, чтобы занять отношения один к одному, и каждый из которых будет представлять различные вещи, например, годовщина создания Genesis Блока в четырехлетнем цикле, таких будет 4. Первая транзакция, транзакция по пицце вот здесь, первая транзакция, white paper или документация, дата публикации, а также исчезновение Сатоши, то есть празднование ключевых дат, произошедших в какой-то момент истории, а также Ordinal один к одному, который будут иметь четыре уникальных цвета, уникальных один к одному, которые будут представлены на продаже в коллекцию. Это единственные, которые будут выставлены на продажу, помимо очень уникальных, единственных частичек, представляющих начало четырехлетнего цикла, конец четырехлетнего цикла, исторический максимум четырехлетнего цикла, а также, что довольно важно, то время, которое было в последнем цикле, ставшее значительным, это коронадамп, когда казалось, что все идет к своему концу. Так что все эти четыре показателя будут выставлены на продажу, и каждый, кто купит любой из этих, Ординалс получит еще один в виде бесплатного подарка, с исключением легендарных, а всем, кто купит легендарный, будет отправлен один из этих. В общем, в любом случае, это способ, повторюсь, как бы стать частью Ординалс, познакомиться с технологией, блокчейном, помочь в создании комиссий транзакций, данный проект примерно создат 30 тысяч долларов США в виде комиссий майнерам. Так что мне нравится об этом думать в виде помощи в безопасности сети, помочь в распространении активности на блокчейне биткоина. И, повторюсь, сделать бессмертным это великое движение четырехлетнего цикла и того, как это помогло многим. И для того, чтобы ознакомиться с тем, как получить, вы можете пройти по ссылке под видео. Это будет случайная выборка в течение 24 часов для первых в 365. И чтобы в этом участвовать, вам нужен адрес Ординалс. Если вы не знаете, как это сделать, я советую вам сначала это сделать. убедитесь, что вы включили ваш адрес Ординалс, который в дальнейшем будет случайным образом перемешан. И, вероятно, в течение последующих двух недель они будут выпущены и направлены напрямую на ваш адрес Ординалс. Оставшиеся же, о которых я упоминал, будут находиться на веб-сайте Magic Eden примерно в течение недели либо 10 дней. Они будут доступны, а я также вам покажу ссылку. В настоящий момент четыре из них уже находятся там. Они находятся среди 100 тысяч производных Ординалс, которые были выпущены год назад. Мы их называем Дженезис. Они будут уникальны, не будут повторяться. Мы их называем вишенкой всей коллекции. В общем, я надеюсь, что вы оцените это как способ повторюсь, как бы сделать эту коллекцию бессмертной. Возможно, некоторые могут быть использованы как инструментарий в будущем. Например, возможно, мы сделаем некоторые эксклюзивные видео для владельцев некоторых из этих Ординалс. Возможно, на Дискорде либо где-то еще. Пока мы будем думать, никаких обещаний здесь. Но, может быть, что-то крутое мы еще придумаем. И опять же, они являются представителями последнего четырехлетнего цикла, цикла между 2018 и 2022. И как только мы раздадим эти 1435 Ординалс, мы начнем раздавать Ординалс, относящиеся к этому текущему циклу. И как мы завершим это, я, возможно, вернусь к предыдущим видео, может быть, даже к оригинальным видео четырех-пятилетней давности. Если люди там оставляли комментарии, возможно, я попрошу вас в следующем видео предоставить и ответить на ваши старые комментарии с вашим адресом Ординалс, на которое я хорошенько отсыплю тем, кто были, принимали участие и были вовлечены в первое оригинальное видео. Я просто ищу пути вознаграждения людей, которые действительно были частью этого путешествия. Спасибо за просмотр, надеюсь, у вас все отлично, а о раздаче я предоставлю скоро больше информации. Не забывайте, что ссылка на лотерею внизу под видео. Всем спасибо, всем удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ